И в отличие от Розабет, Хлоу очень быстро попала в Маджулу. Что это было? Ну, я не знаю. Это просто что я слышал. После того, как много лет назад, многие Рождества уничтожили и уничтожили на этом месте. Которые как большая флама, которая превращается в сут. Может быть, это почему люди не помнят много о прошлом. Ты видишь, что красавица там? Он один из этих холостей? Он смотрит, что меня смотрит. Он выглядит как мой отец. Он же видит красавица, ты видишь? Человек-то такой волшебный. Но он не следит меня, бы он? Я родился в земле в севере, Болган. Зависленная для своих мальчантов. Они были большие, бастливые городки. Но для меня, они были сомневленными. И поэтому я подошел, в search of stones, в земли далеко. Которые вероятны в земле. Есть опасные, но я очень люблю жить в таком случае. Но для жизни у меня я не помню, как я умерла здесь. Это, как будто я взросла к месту. Или нахожусь. О, не знаю. Итак, Лоан тоже не помнит, как попал в Дранглик. Также она рассказывает, что на этом месте существовало ранее большое количество королевств, которых уже никто не вспомнит. Что еще раз может доказывать о том, что Лордран тоже находился именно здесь. Используйся. Ты может быть удивлен, мистер. Дракт. Нет. И у нас, кстати, появилась ароматная ветвь былого, при помощи которой мы можем расколдовать очередного каменного пола. Давайте добьем жизнь до 20. Больше пока ничего не будем прокачивать. Осталось 9000. И давайте все-таки вернемся в Междумире. И первым делом зажгем оставшиеся здесь, незажженные мной, вот эти вот жаровни. Одна у нас на этом уступе. Также здесь можно уже сбагрить часть камней нашим воронам. Ну, давайте сделаем это потом. Так, и здесь у нас, по-моему, еще одна. Я зажег все эти фонари, которые находятся перед вот этим окаменевшим полом. Который, к сожалению, не скажет нам спасибо за то, что мы спасли от окаменения. Здесь у нас полно василисков. Обыщите местность. Да, отличный совет. Кто бы я сам не догадался. Так. И этот пол, как ни странно, очень прочный. Камень темной ночи. Не помню, подбирал ли я раньше такой. Камень темной ночи. Измененный волшебством титанит используется для усиления оружия тьмой или для добавления защиты от тьмы щитам. Колдуны из Мельфийской академии магии пытались наполнить титанит силой стихии. Но, как говорили, потерпели неудачу. Видимо, кто-то из них все же добился успеха. В результате появились эти камни. Ну, подобный лор содержит все камни улучшений. Так, сюда лучше не падать. А здесь у нас не очень приятное место. Там очень много василисков, которые могут запросто превратить нас в камень. Зараза, сбежал. Ну, далеко он не убежит. Очередные приколы с хитбоксами. А, так это уже другие. Блин. Ребят, не дергайтесь. Да, проблема. Ладно, убьем хотя бы одного. Со вторым мы как-нибудь справимся. Правда, там, по-моему, не один. Надо попробовать упасть ему. На голову. Да, я говорил, их здесь еще двое. А сверху еще и лучник. Осколок фляги с эстусом. Полезный предмет. Нет. Блин, все-таки попал. В этой комнате больше ничего нет. Нет. Еще один факел. Так, здесь у нас тролль, но он здесь не один. Сейчас мы откроем шорткат и вернемся к ним еще. И после того, как мы зажгли все фонари, к нам вторгается... Как тебя зовут? Не написано, как его зовут. Тут. Просто какой-то хрен с мечом. И лучше его не скидывать, который к тому же мне еще не будет заговорить. Итак, он снова здесь. Никуда не пропал. Он не очень прочный, и на первую очередь никто его затыкать. И он дает просто нечто окаменевшее. Он всегда это дает. Ну, по крайней мере, если его не скинуть, а просто убить. И самый лучший способ убить этих двух огров, которые здесь стоят на пляже. Второго мы просто не имеем, но на самом деле он там есть. Да, вот он уже уходит. Просто сагрить их, забежать в эту пещеру и просто тупо расстрелять. Потому что они в эту пещеру пройти не могут. Ну, конечно же, предварительно лучше убить этого лучника. Железными стрелами неплохо пробиваются. Пытаются надо достать, но... Можно, в принципе, и рапирой их затыкать. Тем более, на данный момент она у меня уже достаточно хорошо прокачана. Подземное озеро. И... Очередная... Встреча с преследователем. Вау. Вау. Вос�ин Unfortunately но у нас уже есть опыт с ним управляться, поэтому... Водить его не составит никакого труда. Очередная порция мерцающего титанита И здесь есть такой вот специфический гроб Который также похож на лодку Который, как ни странно, меняет наш пол Смотрим на нашу женскую версию Геральда, так называемый Цири На что-то как-то не очень наша Цири выглядит Но давайте все равно побегаем за женский вариант Какое-то время Просто есть сеты брони, которые поинтереснее смотрятся на женских персонажах И в скором времени мы, возможно, их примерим После того, как мы завалили этих двух огров Если вернуться к нашим старушкам Точнее, к Милибет То она в знак благодарности Да с нам Очень важное оружие Половник служанки Больше ничего интересного не говорит И также при помощи сосуда душ Можно Перераспределить свои очки Навык Ну, давайте пока не будем этого делать Сделаем мы это попозже После того, как я буду готов капитально перекачать своего персонажа Давайте почитаем наш половник Половник служанки Обычный кухонный ковш Тот, кто решил использовать этот предмет в качестве оружия Либо попал в чрезвычайную ситуацию Либо отличается исключительным чувством юмора Если жизнь вам дорога Оставьте эту вещь на кухне Вот так вот выглядит этот половник Очень короткий Очень слабый И к тому же еще и быстро ломается Но есть энтузиасты Которые умудряются его использовать в пвп Затачивая его на яд Либо проходить всю игру именно с этим половником Типа такой челлендж Итак, у нас опять накопились души Также мы подобрали Осколок фляги Может немножечко улучшится И поднятие пару уровней И перед тем, как это делать Давайте посмотрим, чем интересно мы можем еще побегать И давайте попробуем побегать в одежде клирика Вот таким вот лунным серпом Будем бить всем серпом по яйцам Но для начала давайте его Также прогрейдим Улучшается он обычным титанитом Что не может не радовать Единственная проблема Это то, что у нас не хватает Больших осколков титанита Но эту проблему можно Быстро исправить И сгонять Макдал Так, нам нужно купить Примерно 5 кусков Это не дешево 12,5 тысяч душ Этого нам хватит Для того, чтобы усилить наш лунный серп До плюс 6 Также можно попробовать его закалить на что-нибудь У нашего оружия уже есть эффект кровопотери Но В Dark Souls 2 можно закаливать оружие Даже если оно уже имеет этот эффект Чтобы еще больше усилить этот эффект То есть можно немного пожертвовать Скейлингом и уроном Но зато увеличить эффект кровопотери Со 138 до 199 Единственная проблема Это то, что далеко не все Противники восприимчивы К кровопотери Но чем черт не шутит Давайте попробуем Посмотрим, что из этого выйдет И можно отправляться дальше В земляной пик Итак, земляной пик Локация, которая снизу доверху Пропитана ядом И вот этими отвратительными Безголовыми големами Часть из них можно спокойно расстрелять У нас есть теперь тяжелый арбалет Сразу же даже прокачанный до плюс 3 И он наносит им внушительный урон Здесь сверху есть также еще два голема Ну, ладно, можно пока их оставить Так, здесь у нас засада Я немного не так планировал Но и так тоже пойдет Как раз против таких голых Полых Серп Должен быть очень неплох Также, насколько я помню В чем фишка этого серпа Это то, что он может пробивать щиты Самоцвет жизни Успел нас немножко побить И вот отсюда вы уже этих големов расстрелять Попроще Не хочет у меня на них лок срабатывать Главное, чтобы мои стрелы опять не врезались Какие-нибудь невидимые Да Типа того За что я ненавижу Dark Souls Это то, что здесь все хитбоксы предметов Они немного больше, чем выглядят Ладно, второго мы не будем убивать Пусть он там и стоит Потом его пристрелим Ух ты У этого парня есть эссус Эти парни зовут сохранителями могил Не совсем понятно, что они тут вообще делают Так, я убрал кольцо восстановления выносливости И как-то очень туго без него стало Также кольцо со львом мне тоже Не особо сейчас нужно, но Пожалуй, вторым оружием я все-таки поставлю рапиру Потому что против толпы големов Чувствую, мой серп будет абсолютно бесполезен Вообще, против големов я просто рекомендую Ставить хороший щит и рапиру Потому что големы с когтями Это просто такая боль в заднице Они мало того, что наносят кровотечение Делают длинный комбо Так еще и отравляют То есть, считай, что Такие противники Три в одном К тому же они еще и очень шустрые Так можно и вздохнуть Это у нас тут был ядовитый Только я ж тут поздно его сожрал, ну ладно Здесь можно призвать ревницу Скарлетт Как раз если ее здесь призвать Ну давайте ее призваем, просто покажу Немножко позже нам это сделать Сначала сходить вот сюда Пусть со мной немножко пошастает Если ее призвать здесь К боссу этой локации То она как раз бы и появилась В локации Хейда Ее можно было бы тогда призвать В локации Хейда К арнштейну Здесь у нас просто пика Вот она Нас догнала Решила с нами поздороваться Да, эти чертовы големы Отравляют просто всем Даже стрелы у них из лука отравленные Пойдем Да, забавно Отсюда у нас открывается прекрасный вид Где мы уже были Ой Хранителя могил То я и не заметил Да, у этого серпа Конечно, второй удар Это просто ужас Маска хранителя могил И ревнительница Скарлетт Нам как бы указывает Что нужно сделать Что-то с этой Мельницей Дает подсказку Если действительно нужно Кое-что сделать Это сжечь И как раз после того Как вы сожгете Эту чертову мельницу В этой локации Станет намного Меньше яда В том числе И у босса И босса этой локации Пройти Несожженной Мельницей Это чертовски сложно Потому что вся локация С боссом будет Наполнена ядом Также Сам босс Будет Постоянно Восстанавливать Свой жизнь В этом яде В общем Кто хочет посмотреть Откройте мой Последний стрим Там как раз Я показывал Как выглядит босс Если не сжечь Эту мельницу Отсюда можно Разглядеть Вон тот уступ На нем Лежит какой-то предмет Кстати Отсюда можно Расстрелять Вон того голема Снизу Кстати Нас тоже заметил Ладно Черстный Так Факел нам больше Не пригодится И сверху У нас опять Големы Давайте посмотрим Как Скарлетт С ним справится Ну давай Скарлетт И кстати Я протормозил Здесь стоял Еще второй голем Если Пробежать Быстро вверх То можно Успеть Пробежать Через решетку До того Как этот голем Закроет ее Ну ладно Мы туда и так Попадем Просто Немножко Нужно Обойти Обход Маска Голема Кстати Мы уже достаточно Много Различных Предметов Поднимали Маска Големов Из долины Жатвы Безумная Королева Наделила Их Жизнью Но Забрала Их Лица Как Еще Она Могла Простить Тех Кто Осмелился Взглянуть На нее Так Откуда Он тут Поет Да Серв Конечно Против Големов Полный Хлам Наносит Мало Урона К тому же Кровотечение На големов Похоже Не действует Что в принципе Логично Крови в них Явно нет Даже Головы У них Нет Маска Хранителя Могил Такие маски Носят Хранители Склепа Главное И похоже Единственное Ее предназначение Защищать От света Хранители Склепа Стерегут Покой Спящих Мертвецов Следят За тем Чтобы Они Не проснулись Хранители Одинаково Заботятся Обо всех О королях И крестьянах О богачах И нищих Так Давайте Мы Изможно Примерим Черт Этот говнюк Мудряется В меня попадать Так вот Выглядит Маска Голема А вот Так выглядит Маска Хранителя Могил Ну как-то Не очень Смотрится Вместе Вот с этим Сетом Клирика Ну да ладно Походим Слепую И здесь У нас Очередной Голем Но помимо Этого Чертого Голема Здесь у нас Два прохода Один Ведет Уже К боссу Тому Месту Которое Можно Разглядеть Сверху Там Стоят Два Стража Мельница У нас Сгорела Механизм Остановился Стало Намного Тише Но Перед тем Как идти К боссу Нужно Обследовать Эту Левую Часть Достаточно Обширную Часть Локации Что Ты будешь Делать Големами Тут все Кишит Они Так Нароят Выпрыгнуть Из-за Каждого Угла Даже Прикрывая Щитом Эффект Яда Все равно Срабатывает Бабочка Давайте Уберем Отсюда Скарлетт Она Мне Только Мешается Спасибо Я Конечно За Помощь Убираем Ее Обратно Так Давайте Уберем Этот Серп Абсолютно Здесь Бесполезное Оружие Оставим Рапиру И Поставим Арбалет Можем Даже Особо Не Прицеливаться Также Можно Здесь Разбить Вот Эти Бочки За Которыми Можно Разглядеть Очередную Големную Засаду Главное Не дать им Спрыгнуть Вниз Големы С когтями Это Наверное Самые Опасные Големы Всех Так Здесь По-моему Еще Где-то Да Вон Он Стоит Внизу Впервые Когда Попадаешь В эту Локацию Эти Големы Просто Вбешивают Они Реально Убивают Здесь На каждом Шагу Не Подготовленного К ним Игрока Все Эти Бочки Заполнены Ядом Поэтому Нужно Использовать Либо Железные Стрелы Либо Железные Болты Там У нас На горизонте Еще Двое Големов Только В принципе Можно Тупо Расстрелять Издалека Вот Кажется Что-то Дошло И Здесь Можно Призвать Еще Одного НПС Это Робки Рэй Вот Как раз Та Самая Решетка Которая Запер Големы И Здесь Ничего Нет Но Здесь Есть Небольшой Секрет Кажется Что-то Слышал Слышал Но Как много Каню Афами он просит 2000 душ для того чтобы поставить лестницу вот туда вниз мы видели там вот на уступе внизу предмет туда в принципе можно и упасть так потеряв какое-то количество жизни но проблем не потом оттуда будет выбраться нужно будет использовать косточку возвращения это восстановить всех врагов короче проще заплатить 2000 не партируйте это будет просто момент а и 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 они и и и и и Гиллиган это тот персонаж которого мы могли видеть в dark souls 3 как ни странно по крайней мере его труп можно видеть воскверненной столице и что он там делает непонятно и рядом с этим трупом также можно найти различные самодельные лестницы Ну, в общем, это, скорее всего, просто опять же очередной фан-сервис от разработчиков. Петти. That creature, she was human once, you know. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had feelings for another. The princess was desperate and saw the terminal beauty. Hoping that it would restore the prince's affection. Ты понимаешь, что я имею в виду? Before long the princess's ire transformed her into a monster. Now, слушай. Когда ты думаешь, что это все произошло? Long ago. Когда эта земля была названа что-то другая. Мы говорим Драклик, но... Коучных киндомов уничтожили и уничтожили на этом месте. И это не будет последний? Ну... Эта дамка не может оставить ее вновь. Она будет уничтожить нас. Господи! Я не буду уничтожить эту тему. Также у него можно купить несколько предметов. Прочная дубина, кнут, когти и деревянный щит. Еще он продает темный сет. Во-первых, в Dark Souls я любил в нем бегать. Маска, скрывающая все лицо. Такие маски носят люди сомнительных занятий. Отсюда и ее название. Едва ли эффективно для защиты от оружия. Да, у него, конечно, слабые физические защитные характеристики, но зато этот сет прикольно выглядит. Также он продает расчикающие ножи, ароматную мазь, сыровое кровотечение и миниатюрную лестницу. Для начала совершенно непонятно для чего она нужна, но лучше ее купить прямо сейчас, потому что потом он будет продавать ее дороже. Можно, в принципе, его убить и забрать ее, но не будем жертвовать ради этой лестницы этим NPC. Тем более он нам еще поможет. Он рассказывает о некой прецессии, которая при помощи яда пыталась сделать себя красивой, что свело ее с ума. Также он рассказывает то, что она любила некого принца в замке неподалеку. И замок неподалеку это у нас железный замок. И, возможно, этим принцем был сын железного короля, либо, возможно, сам железный король. И вообще, по всей этой ситуации с железным королем, с принцем, с этой митой, с забытой грешницей, крутится куча различных спекуляций. Так как лора очень мало, и этот лор просто дается такими маленькими порциями, то можно нафантазировать все, что угодно. То, что мита любила железного короля, но он изменился не с грешницей. Либо мита любила некого принца, сына железного короля, тогда это где этот принц, и некоторые считают, что как раз вот этот алчный демон. И есть принц, которого любила мита. Ведь не зря же он здесь находится как раз неподалеку. Возможно, после того, как забытая грешница попыталась возжечь пламя, принц превратился вот в этого алчного демона. Все может быть, ведь мы знаем по истории первой Dark Souls, после попытки искусственного вважения первого пламени, многие из родственников, ведьмы из Изолита, также превратились в различных отвратительных тварей. Здесь у нас опять секрет с лифтом, и он здесь такой более интересный, чем обычно это делают Фромы. Можно поднять лифт и забрать предмет снизу, но можно также... Опа. Даже так можно делать. Но можно также и подняться на этом лифте. Главное, будьте осторожны, чтобы он у вас не придавил. Он может придавить. Здесь было бы все намного сложнее, если бы я не убил вот этих двух големов сверху. Они тогда спрыгивают, и это практически на 80% гарантированная смерть. Потому что на этом маленьком пятачке биться сразу двумя метащитов приключения. Щит из Мирры. Щит рыцарей из Ордена Мирры. В мире, беспрестанно осаждаемой неупокоенными, такой щит был знаком силы рыцарей и их готовности расстаться с жизнью ради страны. Такой вот щит. Не особо красивый щит. Ну и характеристики у него, в принципе, так себе. Венем наш щит Дранглика. И здесь нужно аккуратненько упасть. Да, гравитация в Дарк Соулс 2 просто ужас. Я тут недавно поиграл в Демон Соулс и понял, что там просто можно было падать с расстояния, наверное, метров 15-20, не нанося себе вообще никакой урон. И по сравнению с Демон Соулс, конечно, Дарк Соулс это просто... Игра с просто супервысокой гравитацией. Если вы призывали его на бой с последним гигантом, то он отдаст вам свой сет, щит и копье. А также еще и кольцо с шипами. Итак, поэт нам опять предлагает куда-то сходить, скорее всего, за эту дверь. И он говорит, что за вот этой дверью есть какое-то опять сокровище. Попробуем подкратиться. Да, получил сделать бэкстаб. Он решил со злости нас окучить своим щитом. Может, он нам его подарит? Блин, почему нельзя забирать с них предметы? Вот они валяются. Почему обязательно этот предмет должен с них выпасть? Так. И здесь у нас, да. Очевидная горячая дама. Ах, зацепило. Которые тоже не хотят делиться частями своего сета. Обидно, досадно. Ну ладно, я хотел просто примерить их сет на нашего манекена, который стоит в Маджуле. Манекен, я имею ввиду, Розабет, который можно передавать вещи. Ну, и все это называют манекеном. И мы как раз вышли с другой стороны. Так. Здесь мы все собрали. Так, здесь у нас, да, наверху еще один голем, который реально может заставить вас обосраться. Потому что он выпрыгивает в самый неподходящий момент, как только вы немножко пройдете туда вперед. Так. И вот этот провал, этот чертов провал. На самом деле, Пейт говорит немножко не о том сокровище, которое находится на той стороне этого провала. Но сюда тоже желательно сходить. Но перед этим... Хотя нет. Давайте, наверное, сделаем не так. Кстати, давайте примерим сет Пейта. Не нравится мне этот сет Клирика. Так вот выглядит этот сет. Давайте еще заодно и почитаем. Пусть простой вид этого шлема вас не обманывает. Над ним потрудился настоящий мастер. Раньше шлем принадлежал добродушному Пейту. Шлем основательно переделан. Вероятно, он стал добычей мародеров. Интересно, а кто переделал-то этот сет? Возможно, сам Пейт. И для начала спустимся вот сюда вниз. Пейт, скорее всего, говорит про вот этот сундук. В котором лежит большая тяжелая стрелка души. Ну, назвать это прям сокровищем. Преувеличение, конечно. Так, кстати, он нам дал кольцо с шипами. Это кольцо создал Кремль, бог борьбы. Шипы этого кольца проникают вглубь под кожу хозяина. И каждый полученный удар только сильнее разжигает ненависть к противнику. При получении повреждений кольцо наносит ответный удар врагу. Копье Пейта. Длинное копье Пейта. Скорее всего, когда-то оно было самым обычным копьем, но бесчисленные битвы наполнили его силой. Иногда разумнее не выделяться, особенно если вам есть, что скрывать. Вообще, конечно, ну, весь сет и предметы Пейта, они прям кричат, намекают нам на то, что Пейт на самом деле есть немножечко не тот, за кого он себя выдаёт. Пейт 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 почему всячески хочет себя представить в таком хорошем свете ну а на вернемся по эту крейтону позже здесь также можно упасть еще ниже забрать копье молний мы уже читали это описание и вот тот предмет который лежит на вот этом мосту этот предмет проблематично взять да кстати наверное зря спрыгнулся надо было сначала попробовать взять предмет наверху ну ладно придется немножко сделать петлю я вот даже не знаю стоит ли мне сейчас убиваться ради этого предмета там всего лишь булава закаленная на яд давайте попробуем полностью разденемся либо я не допрыгну либо я сейчас перепрыгну но попробуем сделать удар в прыжке знаю получится у мне это или нет получилось палаш заточенный на яд не дубина и человеческая фигурка так теперь нужно еще отсюда выбраться ну в общем все пока получается красиво теперь нам нужно вернуться опять наверх не забрать то что мы там оставили твою же мать только хотел сказать как прекрасно что я всех убил и можно сейчас без проблем подняться наверх но блин я же не ищу легких путей а